Когда тепло придет в дом Нижнекамцев и новая информация о рекордном реакторе гидрокрекинга. Обо всем этом прямо сейчас в эфире Нижнекамские новости в студии Александр Акишин. Здравствуйте. В Нижнекамске начали подачу тепла в жилые дома. Этой осенью отопительный сезон стартовал намного раньше, чем в прошлые годы. В первую очередь это связано с погодными условиями. Плюс ко всему, со слов коммунальщиков, все магистральные, внутриквартальные и внутридомовые тепловые сети полностью готовы и прошли все необходимые испытания. Во все социальные объекты города тепло уже подано. Реактор гидрокрекинга для завода глубокой переработки нефти компании ТАИФНК прибыл на территорию предприятия. Перевозка груза заняла почти 20 часов. Скорость самоходного модуля составила полтора километра в час. По пути было две дозаправки. Подробности перевозки и информации о новом заводе ТАИФНК смотрите сегодня в итоговом выпуске новостей. Его главная мечта прокатиться на лыжах. Маленький Стас болен ДЦП. Семья собирает деньги на лечение. Уже сделано несколько операций, есть положительные результаты. Но для осуществления мечты мальчика нужно продолжить лечение. Помочь обещали в Москве. Необходимо произвести инъекции стволовых клеток. Всего нужно 6 процедур. Каждая стоит 125 тысяч рублей. Подробности этой истории в вечернем выпуске новостей. Сельскохозяйственная ярмарка на новом месте. Впервые в Нижнекамске она пройдет на территории Магнита по улице Южной. Уже в эту субботу, 20 сентября, местные фермеры, личные подсобные хозяйства и более крупные предприятия начнут продавать там картофель, овощи и мясо. Открывается ярмарка в 8 утра и работает без выходных. На время ярмарки планируется усиление автобусного потока по направлению к Магниту. И о погоде. Сейчас за окном 7 градусов, а к обеду же синоптики обещают потепление до плюс 12. На этот час у меня все. Уже в 12 часов мы расскажем вам о ДТП возле Рамуса и об открытии центра обслуживания сетевой компании. До свидания.